начинаем работать когда пациент находится на боку пока ложитесь на спинку да вот когда пациент находится на боку и работаем по половинке диафрагмы да поэтому пойдем будем двигаться в той последовательстве которая предлагает расслаблять диафрагмы джема тео то есть мы начнем с тазовой диафрагмы и будем постепенно подвигаться продвигаться в сторону намета ножичка поворачивая пациента на бок мы работаем на той половинке диафрагмы которая находится выше то есть которая не опирается на кушетку то есть в данном случае так чтобы это было заметно ну да в данном случае мы просим повернуться на левый бок да одно из что руку как удобно да одно из важных условий при работе на большинства на большинстве диафрагм это то чтобы вот благодаря подушечки голова находилась на одной линии вместе с ну с позвоночником да с уровнем позвоночника то есть чтобы она не совершала какой-то боковой наклон вправо или влево для того чтобы расслабить тазовую диафрагму пациент лежит на боку и ноги пациента сгибают бедра пациента сгибаются в тазобедренных суставах под углом 70 градусов смотрите если бы ноги были полностью выпрямлен да то есть здесь у нас ноль градусов да когда мы сгибаем их под прямым углом это будет 90 нам надо чтобы это было 70 то есть вот от этой линии вот здесь вот у нас получается вот здесь получается 70 градусов под 70 градусов такой же угол в коленных суставах то есть тазобедренный и коленные суставы согнуты под углом 70 градусов ну может быть возник могут возникнуть некоторые сложности в в том чтобы вот четко выше высчитать эти углы о которых мы сейчас говорим да пусть это вас не огорчает если немножечко вы не попадаете там это как бы не настолько точно для просто для того чтобы было понятно как укладывать пациента джем этого используют вот градусы и какие-то еще допустим усилия в граммах в килограммах все все это достаточно относительно но примерно чтобы вы представляли как это будет как это должно выглядеть и как надо укладывать пациент таким образом в тазобедренных и в коленных суставах но ноги согнуты под углом 70 градусов стопы подымается над кушеткой на высоту 15 сантиметров в этой ситуации можно использовать подушечку если у вас есть такая подушечка можно подложить подушечку под стопы я часто мне больше нравится использовать свое колено в качестве в качестве этой самой подушечки тогда мне ну во-первых больше контакта с пациентов и это вот как бы легче позволяет услышать те движения все движения которые возникают хотя основное движение мы будем слушать конечно на на тазовой диафрагме значит я одной рукой правой рукой в данном случае поддерживаю стопы пациент для того чтобы они здесь устойчиво находились левую руку располагаю ниже гребня подвздошной кости на пять сантиметров будет укладываться ребром и моей ладони и всей ладонью вот таким вот образом получается что фактически получается что я выполняю давление на переднюю верхнюю подвздошную ости вот на вот эту вот структуру может быть немножечко на большой вертел но в основном то есть основной критерий это надо отступить к не к низу то есть к стопам каудально отступить от гребня подвздошной кости пять сантиметров и положить на боковую поверхность таза свою ладонь усилие с которым я буду давить в ладонью на таз составляет полтора килограмма полтора килограмма предложила джиа матео как тоже вот как ну некий ориентир да мы с вами прекрасно понимаем что если бы я работал с ребенком или тут ну просто все пациенты разные да то есть мужчины женщины и тебе и разные по телосложению поэтому усилия с которым вы будете создавать работать с этой диафрамой будет тоже колебаться соответственно от пациента к пациенту но вот такое вот скажем ориентировочное усилие предложила джиа матео полтора килограмма это достаточно сильно вот в качестве того чтобы при этом усилии можно было выслушивать пациента но тем не менее как может показаться странно тем не менее это позволяет очень хорошо слышать то движение которое происходит вот в области в области диафрагмы я сейчас агравирую это движение покажу вам то как я слышу это движение именно здесь на таз на каждой диафрагме я буду в общем-то обращать на это на это внимание они прям они движутся синхронно и очень похожим образом то есть вот в данном случае движение которое я слышу но вот происходит вот примерно в этой плоскости то есть я вот оно понятно происходит в объеме да но я его слышу как движение вот моей ладони вот каудально и краниально то есть вокруг некой оси которая возможно как раз вот проходит через переднюю верхнюю подвздошную в передние верхние подвздошные оси может быть не там но ноги но вот таким вот образом то есть вот ладонь моя выполняет вот такие вот движения не повторяет эти движения вслед за тазовой диафрагмой и по этим движениям я могу судить насколько какие процессы сейчас происходят в диафрагме и насколько ну вот это является просто ритмом который пока жидкостный ритмом потому что вот на на структу на этих структурах на диафрагмах как раз хорошо проявляется именно движение средней волны то есть это два 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 с половиной цикла в одну минуту да то есть вот именно именно эту волну здесь очень хорошо слышно очень хорошо слышно диафрагма по интенсивности движения я могу понять это происходит сейчас движи тело пытается вот этим движением произвести некое освобождение расслабить диафрагму либо это уже очень свободно нормально ничем не ограниченное движение самой диафрагмы то есть ну вот точек чему мы стремились и часто очень во время ну вот того как вы будете слышать это движение будет происходить остановка ритма но вы знаете это тоже как бы так терапевтический такой этап остановка такой штиль пункт после которого будет качественно меняться ритм то есть если даже нам не движение которое мы услышали не не показалось как каким-то вывинчиванием или раскручиваем анвайдингом как принято называть а просто мы слышали такой напряженный ритм то под после остановки после паузы ритмы качество ритма меняется вот в сторону освобождения то есть все основные характеристики ритма могут поменяться в сторону в сторону гармонизации расслабления вот значит понятно что с диафрагмами со всеми диафрагмами надо будет работать с обеих сторон справа и с левой стороны то есть вот как бы по половинке расслабить полностью всю диафрагму и вот в этом протоколе и так как вы будете начинать работать пока у вас нету достаточно возможно достаточно хорошего навыка вот этой работы то надо будет это может быть некое неудобство этого метода потому что надо будет каждый раз поворачивать пациента на другой бок чтобы чтобы полностью расслабить диафрагм но 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 результат который вы будете получать вот максимальный будет именно такой когда вы будете отрабатывать сначала одну диафрагму потом следующую ну и так вот все все диафрагмы которых мы с вами говорили но остеопатии практически всегда встает вопрос того чтобы я вот пока с вами говорю в принципе диафрагма еще еще не произошло такого полного расслабления которое мне хотелось бы но вот сейчас штиль пункт например да и я знаю что после этого будет будет релиз и будет расслабление и на этом можно будет остановиться так вот я хотел сказать что по мере того как ваши навыки будут растут и возрастут и вы будете думать о том уже как бы сэкономить немножко времени как бы быстрее немножко отработать диафрагмы то джем это об этом не говорит но вот из того опыта с которым приходилось мне который есть у меня можно работать со всеми диафрагмами сначала на одной стороне а потом переходить на другую сторону это почти мы получаем почти такой же наверное даже можно не употреблять слово почти мы получаем такой же результат собственно говоря но поначалу я бы советовал все-таки работать по по одной диафрагме то есть по правую левую сторону расслаблять сначала с одной стороны сначала на одной диафрагме и так это мы сделали тазовую диафрагму теперь чтобы правильно это все было надо повернуть пациента на другой бок и выполнить эту технику на другом боку